Омские Орлята Омской области Виктор Назаров, прибывший лично оценить созданные для детей условия. Вовлечь в занятия спортом, вовлечь в эти маленькие организации. Вот мы сегодня посмотрели, какие условия создаются для них. Это и питание. Они здесь живут три дня. Они общаются между собой. Они с ними проводят мастер-класс профессиональные хоккеисты. Это, вы знаете, наверное, не так важно для нас, как важно для них, для маленьких детей, которые понимают свою востребованность. Мы для них делаем такой хороший праздник, где они чувствуют свою нужность и важность. Самые главные события развернулись на крытой ледовой площадке районного центра. Семь команд на протяжении трех дней боролись за свой шанс попасть на финальную встречу первенства. Особенно жаркими оказались игры финального дня. Хозяева есть хозяева. Нам, конечно, везет. Но две штанги было еще. Так вообще был бы счет разгромный. Ну, думаю, все еще впереди. Ребята-тарчане молодцы. Составчик у них немножко маловатый. Скамейка короткая. Ну и тем не менее, смотрите, пятерочка маленькая еще творит на поле. И 21 номер. Ну, болеем за своих. Поэтому гости извиняйте. Все впереди, ребят. Команда Тарского района, которая в связи с болезнью некоторых участников, играя в неполном составе, достойно боролась с лидерами турнира. Заняла почетное третье место. Турнир очень веселый, интересный. Команда тут и сильная, и хорошая. Прямо с нами. Но впечатления, как вам объяснить, прикольные. Основные две награды между собой разыграли хозяева четвертой зоны и представители Знаменского района. Их ледовый поединок держал болельщиков в напряжении до самого последнего момента. Родная площадка и поддержка болельщиков все-таки помогла выйти в лидеры Любинской команде. Теперь же Знаменцам и Любинцам предстоит активно готовиться к финальному туру, который намечен на 3-5 марта. Ребята все старались, молодцы. Борьба была равная, борьба была. И кому-то повезло больше, кому-то меньше. Счастливилось так, что Любина повезло больше, и они победили. Первый гол хороший забили, и второй. И защитник наш тоже молодец, забил им гол. И Любина победила, молодцы. Какой настрой у вашей команды на финал? Всегда был. Было напряженно. В общем, все очень встали после первой игры. И хотелось выиграть. Ну, взять этот кубок и выехать в финал. Чувствовалось преимущество домашнего льда. Ну, в общем, все хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомним, что за победу в турнире также вступят команды Черлакского, Калачинского, Москаленского и Селькульского, Омского и Павлоградского районов. Программу турнира, который уже давно перестал быть исключительно спортивным проектом, а обрел еще и значимую социальную составляющую, входило посещение организаторами Омских Орлят села Замелетенов Калюбинского района, которое может похвастаться многолетними и богатыми хоккейными традициями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень интересно нашим ребятам. Спортом занимаются не только хоккеем, еще и лыжи у нас, и волейбол есть. И в районе это все очень хорошо поставлено. Но хоккей больше всего на территории нашей школы так развит. Причем, я не знаю, наверное, больше 20 лет. Наши команды Замелетеновской школы, вот именно из Замелетеновского поселения, занимали места, высокие места, играя в области. Мастер спорта международного класса по хоккею заслуженный тренер России Евгений Шастин провел мастер-класс для местных ребят и даже поучаствовал в их играх. Такого события всеюные поклонники хоккея ждали с огромным нетерпением. Он перед этим болел у меня. И когда я ему сказала, что приедет с авангарда мастер-класс, он говорит, мама, я все сделаю, я вылечусь. Я буду на тренировке, на мастер-классе на этом. Мне было интересно, очень понравилось, как рассказывал, тренил, все четко. Я узнал, как правильно надо тормозить. Кроме того, организаторы турнира приняли участие в торжественной линейке, посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. А также провели встречу со школьниками, где не могли в неформальной обстановке пообщаться с известным омским хоккеистом и получить его автограф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова